приветствую вас друзья с вами варчик за последнее время очень много людей подписалось спасибо вам огромное хочу вам напомнить что в описании есть ссылочки на группу вконтакте где тоже видео я загружаю это можно также как на ю тубе вк видео смотреть видосики а также есть вк play live где тоже проходят стримы как и на ю тубе но при этом там еще и за просмотр стрима можно бесплатно получать золото мир танков рекламы на канале никакой нет поэтому я прорекламировал сам себя но и долго не хочу вас задерживать переходим к новостям чехословацкий тт 8 уровня тст который будет у нас главной наградой в сборочном цехе его на супер тесте а поют то есть его уже там и а поле и нерфили видим что разработчики смотрят какие параметры будут более менее нормальными так танки обычная балансится задают какие-то супер низкие параметры потом супер высокие или наоборот и смотрят там что-то посередине выбирают что заходит что они заходят пока на супер тесте вносят какие-то правки и смотрят как себя техника ведет попутно выпускают новости где показывают что циферки упали или выросли аудитория танков все это воспринимает очень критично если где-то у танчика что-то там циферку отняли все танк помоище просто ужасный очередной мусор за марафон ужас так и в этот раз у вены были 8 градусов сделали 5 все помойка но этот танк еще даже в игру не вышел его просто тестируют ему еще много раз могут изменить параметры вот сейчас тестируют как его апнули хотя некоторые из параметра просто вернули как было поэтому сейчас расскажу какие параметры у него теперь в л.д. у него было 80 миллиметров теперь будет 90 угол там конечно наклона какой то есть но визуально так смотришь не особо оно должно танковать может конечно если 8 градусов у n и все применить играть через рельефики это в л.д. будет рикошетить но если стоять в чистом поле сомневаюсь что эти 90 миллиметров могут что-то отбить если соперник будет еще выше чем вы или у него танк будет высокий скорее всего вашего л.д. будет просто пальцем протыкаться поскольку 90 миллиметров там только за счет наклона может что-то отлететь также у этого танка еще двойное нл.д. и верхняя часть нл.д. так называемая средняя лобовая деталь была 140 миллиметров будет 195 140 это прям даже семерки вообще с кайфом бы пробивали поскольку у средней лобовой детали вообще наклона почти нет поэтому приведенки там почти никакой и нет такая вот как броня написано такая есть 140 миллиметров на восьмом уровне это прям но даже шестерки будут бэбэшками пробивать но 195 миллиметров хотя бы в топе не будут в эту среднюю часть пробивать и это хорошо хотя есть такой замечательный танк как м6 6 уровня у него пробитие специальным снарядом 240 и он все равно будет пробивать это я уже не говорю про какие-то десятки которые просто в силуэт будет этот корпус прошивать угол склонения орудия был 5 градусов теперь 8 хотя он изначально то и был 8 это просто типа вернули там где было 8 градусов окей это хорошо вообще было бы отлично если было бы 10 но судя по тому как выглядит танк тут наверное 8 хватит также немножко посовывали цену снарядов основной снаряд стал чуть дороже был 610 теперь 850 специальный снаряд был 4 800 теперь 4 400 в принципе это и правильно что специальный снаряд подешевел поскольку у него пробитие ну такой себе вот в принципе и весь ап апнули влд и увн и принципе все тоже я считаю что этому танку нужно апнуть точность потому что 045 в 2023 почти двадцать четвертом году это как-то но сильно смешно смотрится я понимаю там дпм высокий у танка все дела но пробитие специальным снарядом всего лишь двести пятьдесят два у м6 6 уровня пробитие 240 алё это как-то сильно смешно смотрится я понимаю что им 6 это настолько перья паный танк я не знаю как он вот в таком состоянии уже находится когда шестерка обладает орудием почти как у восьмерки но это очередной раз намекает нам про состояние баланса в игре я считаю что точность 045 это какой-то ужас конечно можно накрутить ему распределение снаряда внутри прицела так что там как у кобры будет лететь почти всегда в середину прицела и что там точность 045 что 035 если она всегда летит середину какая разница вообще какого размера кружок хоть 095 также еще хочу показать вам момент как у этого танка после выстрела и гильза вываливается наружу так сказать выплевывается из башни выглядит прикольно но очередной раз заставляет задавать лишние вопросы если у этого танка сделали такую шнягу будут ли делать у остальных у которых возможно такое же или похоже что то есть я чет сомневаюсь это точно такой же вопрос как сделали уехал много гусениц а другие много гусеничные танки у них как объект 279 ранний тот же самый фейс 1 как обычно все остается не сильно доделанным эта новая фишка конечно прикольно но танков в игре там много и много у кого похожие механики тоже есть но они не реализованы конечно это занимает время для этого нужны и человеке которые будут все это делать а проданные танки они уже проданы чё и над ними работать второй раз такое себе занятие да но и очень интересная тема какие прям танки легендарные будут в новогодних коробках очень много догадок кто-то и воффентрагер говорит что он там может быть но я чё-то очень сильно сомневаюсь хотя в клиенте игры он где-то по-любому валяется поскольку мы когда-то его катали в режиме также еще воффентрагер выдавали в аренду покататься там несколько боев но во первых он не премиумный хотя много ума не надо чтобы сделать его прямом но и на 10 уровне такой дурдом что на этом танке сейчас очень тяжело играть я тогда помню на нем в аренду покатался какой же он ужасный на нем чисто сливаться очень тяжело он прям умирает сразу также еще panzerkampfwagen 2 ausg 3 уровня такой мини-маус бронированный с пулеметиком это танк еще можно считать легендарным также 5 уровня левша арта тоже в некотором роде легендарная которая не продается какие-то акционные десятки я называть здесь не буду конечно же легендарный тайп 59 е25 су 76 и который там супер имбовая пт-шка низкого уровня его ненадолго добавляли в продажу потом на скорую руку спешили убирали его из продажи а то слишком жесткий но и многие уже в легенду записали bz 176 который у нас в игре всего лишь находится один год и уже сразу он легенда легенда это мне кажется что-то старое какой-нибудь еще американский тт 8 уровня льготный гусь не хочется видеть там какие-нибудь фцм и поскольку он был легендарным пока его не испортили да ему добавили динамику там какую-то скорострельность у воены это все классно но с увеличением динамики у него так сильно испортила стабилизация это тоже самое как сидиси недавно анонсировали что его апнут в следующем патче ему добавили скорость а стабилизацию не добавили она и до этого была не очень с увеличением скорости она станет еще хуже не понимаю почему таким большим бумажным танком не добавляет стабилизацию еще с такой маленькой альфой поэтому пока не добавят стабилизацию на сидиси и фцм лучше бы их никуда не показывали даже вот в общем эти танки я считаю что это легендарные танки но эти танки уже много раз продавались и получить их мог уже миллион раз каждый поэтому какого-то супер интереса лично у меня они не вызывают поэтому тут наверное легендарная новинка bz 176 это интереснее поскольку он один раз был на новый год в коробках то успел тут успел он наверное сильнее заинтересует людей но на мой взгляд это того не стоит поскольку я лично потом буду мучиться каждый день с испорченным рандомом он и так болеет очень часто конечно люди которые получат база 176 если он будет они кайфанут какое-то время но мне лично не хотелось бы испорченный рандом очередной раз получить вот назад можно было его из коробки выбить и до сих пор рандом от них страдает но еще наверное одни из самых легендарных танков это е25 не помню назвал я или нет который практически никогда и не продавался там лет 300 назад ну и конечно же французский колесник лтшка восьмого уровня очень сильный танк и его почти ни у кого нет толком но е25 продавался 3 миллиона лет назад то ли там еще марафон что ли на него был я не помню точно и до сих пор на седьмом уровне этих е25 в каждом бою целая куча если добавить его снова в продажу там наверно просто 15 на 15 и 25 будет самые актуальные танки из легендарных которые сейчас были бы интереснее всего это наверное колесник лтшка восьмого уровня е25 bz 176 эти танки бы разгребали просто кучем эти коробки бы набирали бы миллионами миллиардами а вот остальные танки они конечно такое себе да и наверное у людей их уже и так много вроде бы не забыл никакой больше танк более-менее легендарные и актуальные танки я назвал но может быть какой-то забыл пишите в комментариях как вы думаете угадал вес легендарными танками или нет ну и как вам об танка за марафон мне кажется там точность еще нужно подкрутить с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока удачного аппетита Продолжение следует...